На детей это очень отрицательно, конечно, действует. И во всем мире действует. Но здесь надо различать очень разные. Ведь в эти стрелялки стреляют и японцы. Но почему-то их дети мало расстреливают своих школьников. И есть масса стран, где так же точно носятся с этими игрушками. И тем не менее это мало выливается на улицу. Или очень редко. Дело в том, что в настоящее время, собственно говоря, педагогикой воспитанием никто детей не занимается в нашей стране. То есть педагоги как наука умерла. Им дают образование, но их не воспитывают. И в школе, собственно говоря, лишена даже права этим заниматься. Детей нельзя поставить в угол. Сказать там крепкое слово. Дать по заднице. И в результате сочетания вседозволенности, которая пропагандируется, и отсутствия воспитания. А в какое там воспитание дома после шести вечеров, когда, если родители, не дай бог, еще и работают. Когда им воспитывать своих детей. Естественно, это приводит к такому парадоксу. Там, где традиционно существует домашнее воспитание, где с детьми мамы следят. Например, в Америке мамки все сидят дома в основном. Редко когда работают. Результат этого. Это редко случается. Случается, но намного реже. В основном приезжими студентами. А в Японии, там, где традиционное воспитание, очень достаточно хорошо отработанное за столетие, там это вообще редкость. Вот и все. Это вопрос отношения к детям. Вопрос социального воспитания. Вы хотите, чтобы дети вырастали нормальными? Их надо воспитывать. Но поскольку этого настроения никто не хочет, они такие вырастают. Им заменяет среду обитания, достаточно агрессивная уличная среда, которая несовместима с нормальной жизнью в наше время. Альтернатива какая? Компьютерная. Вот это вот советская пивная, в которой превратились эти сайты общения. Естественно. И вседозволенность, доступность информации, в том числе самого жестокого характера, который дети обычно были лишены в советские времена. Мы пожинаем этот результат. Это результат реформы образования, которая сейчас происходит интенсивно. И ничего лучшее не будет. Это гарантировано. Реформа на сегодняшний день в образовании, из которого исключено воспитание, начиная с детского сада, она стопроцентно приведет к этой агрессии, ее к развитию, усилению. Пока не будет. Мы не вернемся к системе воспитания детей в школе, в детском саду. Все это будет продолжаться. Это проблемы, собственно говоря, государства. Родители с этим справиться в одиночку никогда не смогут. Я не говорю, что надо запрещать, держать не пущать. Нет, но существует для каждого возраста такая наука, возрастная педагогика. И для каждого возраста существует свой набор игр, для того, чтобы дети развивались более-менее нормально. И свой набор представлений о хорошем и плохом. И нужно подавать в этом наборе. Это целая наука, которой много десятков лет занимались. Если эта наука выброшена на свалку и заменена вот этим вот интернетом, играми и поножовщиной по телевизору, естественно, дети будут. У детей же нет тормозов. Известно, кто отлично сражался в Германии, Гитлер и Югент. Они еще ничего не знают, ничего не умеют. Им вдолбили то, что надо убивать, они шли и убивали. То же самое происходит с детьми сейчас у нас. При отсутствии воспитания никакое образование не заменит представление о человеческом мире. Попытки религиозного воспитания, они смешны. Просто время религии немножко ушло. Сейчас другой мир. И попытка насадить христианство, причем в ортодоксальной форме, которая происходит, она не приведет к никакому результату. Это просто затраты денег. Ничего не даст. Продолжение следует...